Я читаю из книги Ивана Петровича Плет «Капля росы» чтение на каждый день. «В вечность войдут все, а в блаженство только те, кто заботился об этом уже на земле». Размышления на книгу пророка Еремии, 29 глава, с 8 по 14 стихи. Намерение во благо, чтобы дать вам будущность и надежду. У Господа были добрые намерения в отношении иудеев, которые находились в вавилонском плену. Такие же благие планы предначертал Бог и для нас, как говорит об этом вся Библия. Будущность имеет большое значение для человека. Она накладывает отпечаток и на его настоящую жизнь. Наказание, которого преступник ожидает в будущем, отравляет ему и настоящее, вызывает переживания. И наоборот, ожидание чего-то радостного озаряет радостью и настоящее. Можно представить себе, что разбойнику стало намного легче умирать, когда он услышал от Господа «Ныне же будешь со мною в раю». Будущее для нас очень важно, потому что настоящее во многом нас не удовлетворяет. Плоть вынуждает нас постоянно бороться, ссылка на послание Галатам, 5 глава, 17 стих. Бодрствовать и умерщвлять плотские дела, ссылка на послание Кремленам, 8 глава, 13 стих. Нас часто не понимают, мы устаем, болеем и не успеваем делать все необходимое. Будущность радует, когда есть надежда, что она будет доброй. Бог хочет дать нам будущность и надежду. Надежда всегда предполагает доброе, радостное, желанное. Верить можно и в то, что придет ужасное. Бесы тоже верят и трепещут. Но надежда от Бога – это ожидание только положительного. Жизнь учит нас, что к будущему надо готовиться. Для того, чтобы дети стали порядочными людьми, их надо воспитывать. Чтобы усвоить специальность, надо хорошо учиться. Чтобы было где жить, надо построить дом. Чтобы зимой были свежие овощи, надо готовить их летом. Будущность ожидает нас не только в этой жизни. Нам предстоит войти в будущий мир, то есть в вечность. Бог дает нам надежду на блаженное состояние, несравнимое здесь ни с чем. Он призывает нас готовиться к этой блаженной жизни. В вечность войдут все, а в блаженство – только те, кто заботился об этом уже на земле. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Евангелие от Матвея, седьмая глава, тринадцатый и четырнадцатый стихи. Итак, мы – посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим – примиритесь с Богом. Второе послание к Коринфянам, пятая глава, двадцатый стих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok